Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем начать, хочу ввести небольшую историческую справку. Наша республика Ингушетия организована всего лишь 23 года. Раньше мы были как одно в составе Чеченской республики, и все головные учреждения специализированные, такие как онкодиспансер, находились в городе Грозном, где вся велась работа. С распадом союза остались все сами по себе. Онкодиспансер у нас официально только с 2002 года, и то только в арендованном помещении. В декабре прошлого года нам построили комплекс, где стационар, поликлиника, но еще пока мы не запустили, работаем только как поликлиника. И в этом же году работаем с канцер-регистром версии 6В, с предоставленным институтом Герцена. Сама республика у нас представляет 4 района, 4 города, и население 453 тысячи 10 человек. Ну, это программное обеспечение последнее. Что я знал, то и написал сами, а не программист. Что было написано, на котором диски нам дали, то я и написал. И на зоология, по стандартизованным показателям, то, что мы сумели на 2014 год, первое место у нас, к сожалению, выходит трахея и бронхи. На втором молочная железа. Ну, а дальше, как видите. Проблем очень много. Это, во-первых, те, что перечисляли организационные отсутствие связи с базой данным ЗАГСом. Также проблемы с учетом ввиду религиозных особенностей нашего региона. У нас отсутствует аутопсия, поэтому посмертные на учет мы не берем. И сколько их, не знаем. Также есть проблемы с тем, что, ну, в жизни у нас, как бывает, умер человек. Его по нашим законам должны похоронить в этот же день или на следующий день. Нас не интересует, есть ли справка ЗАГСа о смерти или нет. Его в любом случае похоронят. И справка им необходима будет потом, когда лет через пять, может, десять. Когда вопрос о наследстве встает, какие-то правовые вопросы, они уже обращаются. И там, от чего он умер или стоял ли он вообще на учете, это уже вопрос другой. Поэтому как-то мы лавируем между этими. И в основном у нас информация, это сарафанное радио. Вот он умер, и мы быстрее стараемся его снять с учета. Спросим, от чего я, если мы там с нашей подологи, то с нашей. Кадровые вопросы также нет. У нас в штате, я исполняющий обязанности, оргметод отдела, который вносим данные в канцерегистр и медстатист со средним образованием. И все. Спасибо за внимание. У меня вопрос. Вы сказали, аутопсия не разрешена, а вот пациенты пока лечатся, ведь это-то есть патологический, морфологический диагноз? Пока они еще живы, еще лечатся. Есть, но и здесь они у нас не лечатся. В основном лечением занимаются у нас соседние республики эти, как Краснодар, Ставрополь, Ростовский институт. Они туда едут лечиться, выписки к нам поступают. А он или по дороге, или по пути, или приехал домой, умер. Ну, а мы не знаем, потом-то только со временем узнаем об этом. Как бы это тоже очень в плане учета мешает, а своевременно. И все. Может быть, попросить вашего коллегу из Ростова вам пересылать информацию о тех из Ингушетии, кто умер, скажем, в Ростове или лечился в Ростове. Ну, спасибо за данные. Хорошо. Скажем, данные отдельно предоставлять по мужчинам и женщинам, потому что обычно у мужчин чаще встречается рак легких, чем у женщин. Не стоит смешивать оба пола, потому что тогда эта разница не совсем понятна. И еще один комментарий. Существуют и другие альтернативы, альтернативы, аутопсии. Можно другую и другие методы использовать, с тем, чтобы больше было информации, специфической и надежной информации. Чтобы все-таки была какая-то картина о том, что происходит в вашем регионе. Я думаю, можно использовать. У нас, например, статистика, можно использовать. И еще очень важный момент. Даже если это не такая серьезная проблема, вам не нужно терять пациентов, даже если они едут на лечение вне вашего региона. Стоит наладить отслеживание их, даже если они лечатся вне региона. Последний вопрос тогда. Это не вопрос, это комментарий по поводу как раз-таки ростовского неонкологии. Мы, естественно, если пациент пролечен в нашем учреждении, на руки ему выдана выписка, все может быть. Но извещение, если заболевание выявлено у нас, извещение отправляется, и карта выписки, все отправляется в диспансер. Я в плане того, что говорю, по пути он же может умереть или дома умереть. Но выписку мы вам все равно прислали, что он у нас лечился. Да, так что мы стараемся. Спасибо. Ну, давайте вот еще один. Я так понимаю, что диспансер там только организовывается, и служба только организовывается. Долгое время не было ничего там. И поэтому исполнение вот тех приказов и тех инструкций, которые существуют, как только наладится и в Ростовской, и в Ставропольском крае, собственно говоря, и в Москве, чтобы все вот этот документооборот в электронном или в бумажном виде наладится. Но я думаю, что через год мы уже услышим более такой оптимистичный доклад с цифрами реальными, которые на самом деле подтверждены всем. Я так что думаю, что вам не стоит унывать, а надо продолжать. Спасибо. 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 Спасибо.